Амур Китайская народная республика И местные жители обещают показать им Китай с набережной города У высоких берегов Амура часовые родины стоят Здесь в Благовещенске и стоит эта часовой родина вместе со своим верным сон Так что границы наши открыты, но если случится нападение врага, есть кому их защитить Оглядываясь назад, кажется невероятным, как далеко мы заехали на своих железных конях Позади вся европейская часть нашей родины, Урал и Сибирь На тысячах километрах дорог, покоренных нами, мы увидели самые красивые города и исторические места нашей родины И вот мы уже на Дальнем Востоке, в Благовещенске, городе, основанном в 1858 году Мало того, мы добрались до самых границ России И до Китая в Благовещенско буквально достать рукой Ну а главной достопримечательностью Благовещенска является, как это ни странно звучит, Китай Потому что на другом берегу Амура уже другое государство Там расположен китайский город Хэйхэ, в который каждый россиянин при наличии загранпаспорта может поехать совершенно свободно Виза не нужна, она оформляется прямо в порту На другой стороне наши люди могут купить себе китайских сувениров Заняться бизнесом и даже приобрести недвижимость Но нам, людям, приехавшим издалека, все это кажется странным На другом берегу реки уже другое государство Однако в Китай мы сможем доехать во время следующей нашей экспедиции Ну и, конечно, мы не могли обойти своим вниманием Триумфальную арку, которая расположена на берегу Амура История ее такова В конце 19 века будущий император Николай II, а тогда еще наследник цесаревич Совершил кругосветное путешествие И возвращался из Японии по Дальнему Востоку и Сибири Во многих городах, где его радостно приветствовало местное население Были установлены триумфальные арки Мне все время казалось, что склад нашей русской жизни Совершенно чушь к коренным амульцам Что Пушкин и Гоголь непонятны и никому не нужны Наша история скучна, а мы, приезжие из России, кажемся иностранцами Антон Павлович Чехов, путешествие на Сахалин, 1890-й год А этот катер, застывший на речной стоянке на берегу Амура Служит памятником бойцам Хинганской стрелковой дивизии Которые в августе 1945 года форсировали Крыму И начали освобождение Китая от японских милитаристов В сентябре Япония капитулировала Но нос катера по-прежнему строго осматривает за Амура Ну а пока по своей части фарватера Амура Китайские граждане совершают ознакомительные прогулки Город Благовещенск живет напряженной трудовой жизнью Ну а на главной площади города, где расположен местный белый дом В котором размещаются власти, бьют разнообразные фонтаны И даже товарищу Ленину стало жарко стоять здесь в своем пальто Ну вот мы и омыли свои усталые ноги в водах еще одной русской реки Амур Река Амур знаменита тем, что посередине ее фарватера проходит граница с Китаем А впадает река Амур в Швахотское море В каждом городе Дальнего Востока обязательно стоит памятник этому человеку Это Николай Николаевич Муравьев Амурский Губернатор Дальнего Востока Человек, которому удалось заключить с Китаем мирный договор И установить границу посередине Амура За это он был достоин титров графа Амурского и прочих почест Ну вот позади и Благовещенск Город очень интересный Прежде всего он интересен тем, что на другом берегу реки Амур находится Китай Нас ждет Табаровск, столица Восточного федерального округа Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...